Всем привет, с вами Джага, мы продолжаем играть Magic 2015, мир Зиндикар, второй бой, Корские каньоны. Прямо противнейший бой. Как не зайдешь в какой бой, он все противнее и противнее становится. Вы показали Зиндикарцам, что с вами лучше не шутить, и они согласились ответить на ваши вопросы. Они показали вам лабиринт узких каньонов, ведущих в Гулдрас, на логово Обниксили... Обниксилиса! Господи, я не могу это прочитать. Обниксилиса. Короче, демона того. Но эти каньоны дом ловкого народа Кор, считающий вас своим врагом. Обниксилиса. Обниксилис. Обниксилис. Так, что тут есть? Куча всего классного, но не единой земли. Но тут куча земель, но нету ни одной белой. Ну, в принципе, можно попытаться, но этого не хватит явно. Ладно, оставляем. Вдруг... Ну, он пока что ничего не выкастывал. А мы увидим дрессированного каракала за одну белую. Хорошо, да еще цепь жизни. Был бы он, скажем, 5-5 за одну белую. Это было бы здорово. Но ведь нет. А за 2 ман он уже что-нибудь выведет. 6 карт в руках. И он выводит. Обалдеть. Кор-обмундировщик. 2-2. 2 ман. Ну, понятно. Значит, может прикрепиться левое снаряжение под вашим контролем. Но у него этого пока что нету. Но это 2-2. 2-2. Значит, хорошо. Мы вот нашему каракалу накинем ауру с полетом. Он будет 2-3. Слабой. Будем атаковать. И там еще цепь жизни. Вообще прекрасно. Мы будем потихоньку набирать хп. А у него отнимать. В принципе, нормально. Ничего плохого. Но он же выведет обмундирование артефакт. Что, давай, бей уже. Тут вся эта колода построена на использовании артефакта. Так, что он выводит. Кор-мастер цепных крюков. Кор-солдат. Когда выходит на поле бита. Поверните целевое существо под контроль оппонента. То существо не разворачивается во время следующего шага разворота. Но у нас тоже повернуто. Да. Вот как-то так бесславно получилось. Тем не менее. Так, чтобы такое выкастовывать. Полет. Так, один шаг мы тут пропустили. Считай. Сейчас мы четверочку, скорее всего, пропустим тоже. Ну, а что делать? Ну, да. Можно, конечно, заблокировать. Но уж нет. На следующий ход вот выведем, скорее всего, вот этих ребят. Две фишки. Один-один белый солдат. А там уже будем смотреть. Так, он выводит еще кор-разведчик знания болот. Это ерунда. Самое противное, когда он начнет выводить артефакты. Это как-то так называется. Что-то там, ну, типа, летающая штука. Объяснил, да? Так, вот это мы выведем, потому что это будет надо потом. И сейчас две фишки существа. Да. Существо будет... Артефакт, вернее, который, ну, снаряжается на существо. И оно становится с полетом. И там еще добавляется, по-моему, плюс один. Или что-то такое. Или плюс один-один. Ну, пока есть. Давайте наносить повреждения. Чем больше, тем лучше. Еще, конечно, это вывести. Но оно стоит... Пять и две, семь. У нас есть четыре. В принципе, у нас есть семь, чтобы его вывести. Так, мы сейчас пропустим шестерочку или нет? Но он будет только вот этим атаковать. Понятное дело, если мы не блокируем, ну, мы теряем чуток жизни. Хорошо, мы теряем чуток жизни, ведь мы все равно ее наберем цепью жизни, так что, по сути, мы только двоечку теряем. Коры осветители, усилители. Когда он выходит на поле битвы, если они получили усилитель, уничтожьте целевой артефакт или чары. Вот, блин. Это плохо. А усилителя у него нету. Так что они просто так выходят. А это хорошо. То есть, чары с полетом у нас остались. Значит, серафим народа... Это все хорошо, но... Но-но-но... Давайте лучше вначале выведем сопровождаемый рыцарь. У нас будет еще больше фишек. Плюс существо с первым ударом. Можно блокировать любые другие существа без первого удара. Ну и вот так. И в принципе, мы даже можем еще и вывести этого серафима, но давайте отложим это до следующего хода. Теперь мы продолжаем и атакуем вот этим всем летающим. Больше атак летающим. По крайней мере, мы двоечку возвращаем просто в зацепь жизни. И это хорошо. Так, у него в руке 5 карт. Наверное, одна земля. 4. Может, еще одна земля там есть, но... Есть же какие-то моментальные заклинания. Он не атакует. Понимает, что на блоке... Так, он не сильно получит выгоду, преимущество. Кор-картограф выходит на поле битвы. Можете найти в вашей библиотеке карту равнин, положить ее повернутой на поле битвы, затем перетасовать. Ну, хорошо. Да, он так себе увеличивает земли. Пускай. Наше дело его продолжать мутузить. Ой, что выходит. Детеныш Кракена. Так, 5-7. Значит, у нас есть 3 и 4 существа надо будет повернуть. Это несколько, может, круто. Давайте его выведем. Так, что 4 существа повернуть. Ну, во-первых, фишки. И, ну, например... Оно, может, хватит? Нет, не хватает. Еще одно существо. Ну, скажем... Витриного Дрейка. 8-8. Ну, ситуация улучшается. И мы еще раз атакнем... Или, может, не стоит. Как сложно выбирать-то это. Но если мы атакнем, у нас будет 18. И у нас на блоке есть 1-2-3 существа против его 5. Ну, пускай. У него 8, у нас 18. Вроде бы хорошо. Вроде бы. Так, что это мы... Нет. Что? Что? Ага, он думает. Выводит землю. У него 3 карты. 6 земель. Это он может накастовать 2 существа. Или, например, артефакт. И снарядить его на кого-то. Артефакт с полетом. Неприятная штука. Но. Но. И он не атаковал. Ну, как бы и хорошо. Вдохновение нам нужно. Брать 2 карты. Да, особо не нужно. Ну, может, там земля есть. Конечно, это мы. Но возьмем парочку карт. И там нет земли. Ну, это, собственно, я думаю... Победа. Может, и нет. Хорошо. Атакуем. 8-8. И этим. Если он не блокирует или как-то не отменяет. Чем-то моментальным не прерывает. Это мы выиграем. Ну, в принципе, мне нравится. А вчера, например, я пытался выиграть. Целый час играл. Целый час. И почти выиграл. Но не записал. Вернее, записал. Но не решил это показывать. Потому что уж очень длинный бой получился. Так. Ну что, далее нам, очевидно, дадут бустер. Зиндикарский. Открываем. Открываем, смотрим. Так. Экипировка путешественника. Землепад. Каждый раз, когда земля выходит на поле битвы, под вашим контролем. Снаряженное существо получает плюс 2, плюс 2 до конца хода. Ну да, но и нет. Впрочем, если на что-то летучее. Так. Детеныш тяжелоступа. 5-3 пробивной удар. Это вроде бы видели. Вот этого вроде бы не было. Пасущийся болоторок. 2-2. За 3 маны. Землепад. Каждый раз, когда земля выходит на поле битвы, под вашим контролем, вы можете получить 2 жизни. Хорошая штука. Налет с обстрелом. Чары. Каждый раз, когда существо под вашим контролем силой 2 или меньше атакует, налет с обстрелом наносит одно повреждение, защищающемуся игроку. Почти выговорил. Шок. Два повреждения целевому существу или игроку мгновенно. Хорошо, особенно при атаке или блоке кого-нибудь там добивать. Всепожирающий рой. Полет. Это было уже. Ну, жертвуем существо, и этот рой получает плюс 1, плюс 1 до конца хода. По-моему, это не очень. Последователь культа смерти. Существо Человек-Чародей. Пожертвуйте его. Целевой игрок теряет одну жизнь, а вы получаете одну жизнь. В принципе, он стоит 1 ману. И он 1-1. Хорошая вещь. Ветряной Дрейк. Существо Дрейк. Полет. Это наш такой. Есть. Ммм, детеныш Кракена. Крылья облачного сияния. Вот это все у нас. У нас получается зиндикарская колода, что ли? Поиск властелинов могил. Каждый раз, когда существо умирает, вы можете положить жетон странствий на поиски властелинов могил. На эти чары. Удалите три жетона странствий с него и пожертвуйте эти чары. Положите на поле битвы одну фишку. Существа 5-5. Черный зомби-гигант. Прикольно. Так, стряжевой. Гомозоа. Гомозоа. Кошмар. Существо Медуза. 1-3. За 3 маны. Ну, это типа блокиратор. Защитник полет. Ага, защитник полет. Хорошая вещь против летающих существ, но мало-мало атаки. И. Особенность. Предотвратите все боевые повреждения, которые должны быть нанесены сторожевому гомозоа. То есть, он что, как бы неубиваемый в этом плане? Краб с эдром. Ну, это мы уже видели. Эдр. Камень, типа. Землепад. Каждый раз, когда ваша земля выходит на поле биты, под вашим контролем, целевой игрок кладет три верхние карты из своей библиотеки на кладбище. И. Искривление времени. Волшебство. Целевой игрок делает дополнительный ход после этого хода. Ну, это прикольно. Такой вот бустер. И такой вот бой. Что-то опять показали в тумане, и мы не успели рассмотреть. Это был бой Корские каньоны. Следующий бой Бурный мир. Ну, это будет в следующем эпизоде. Спасибо за внимание. С вами был Джага. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok